Привет, ребята, это Рамузыка. Ну что ж, главный музыкальный канал на российском ютубе. Мы продолжаем смотреть Евровидение, потому что участники приходят. Я смотрю конкурс с детства, мне интересно, что же будет с ними. И сегодня у нас на очереди Альпения. Поехали! Ну что, вот мы снова здесь. Сегодня у нас Албания на Евровидении 2018 уже представила свою заявку. Если не ошибаюсь, самая первая. И участвовать от нее будет Еугент Бушпепа. Я надеюсь, я правильно прочитал, я извиняюсь заранее. Песня называется Мол. И давайте вместе ее смотреть, что там Албания сочинила. Мне подсказали на ушко, что у молодого человека сильный голос. Нам это предстоит понять. Срывается он, не срывается он. Перспектива есть у песни или нет. Давайте смотреть. Это национальный отбор. Так песня будет звучать вживую. То есть нам легче оценить. Очень длинное вступление для трехминутной песни. Так. Так, так, так. На классический манер. Я смотрю, очень много участников поют на своем языке. Все чаще, чаще. Так, нагнетает чувство, что припев будет мощный. Может, вообще не будет мощного припева. Это он вот так вот чуть-чуть ротик открывает, и такое голосище. И все, и все, мы замолчали. Что-то не похоже на припев. Так, ну-ка, ну-ка. Ничего себе, он заменяет целый хор. Такая вдохновляющая музыка, которую любят на Евровидении. О, девочки, здравствуйте. Хорошо поем. Потому что мне нравится, какой он легкостью умудряется доставать все эти ноты. У него, конечно, голос высокий изначально, но все равно. Блять! Я чуть не лопнул. Не хватает как будто чувства, не хватает души немножко. Я вижу, что он зациклен на технической стороне выступления, то есть на пении, чтобы показать все свои вокальные возможности. Надо понять, что техническая сторона вокальной возможности не самая главная на Евровидении. Все понимают, что те, кто идут на Евровидении, уже поют хорошо. Песня длинная. Уже три с половиной минуты. Ну, слушайте, ну на концерте это смотреть прикольно, но можно ли это слушать на радио? Интересный выбор. Ну что, я могу подвести итоги. Я могу подвести итоги по поводу Эугента Бушпепа. У него очень хороший голос. Так обычно говорят людям, у которых песни не очень. Хороший голос. Но таким сильным, хорошим и мощным голосом очень сложно спеть простую песню. И эта песня слишком сложная. Я так понимаю, она идет 4 с чем-то минуты. Ее обрежут к Евровидению. Если он реально победил, то ее обрежут к Евровидению. И финальный вариант появится на канале Евровидения. И клип тоже выйдет. Но на данный момент слишком пересыщена вокалом эта песня. Причем на верхних нотах не слишком такой приятный, мягкий мужской голос. Это больше уже похоже на женский какой-то регистр. И звучит все очень пересыщенно. По лирике ничего не могу сказать. Я не знаю текста песни. Но очень была сложная по восприятию песня. То есть был куплет, потом припев, потом куплет. Потом песня непонятно перестроилась. То ли пошел еще один припев измененный. То ли пошел бридж. Я не понимаю. То есть можно запутаться. И в итоге классное ощущение. Классный суперский голос. Но когда ты послушал песню, ты ее вспомнить не можешь. Ты не можешь вспомнить. Тебе не хочется ее снова слушать. Потому что она у тебя не засела. А для Евровидения, мне кажется, это важно. Чтобы песня сразу запомнилась. Но в то же время не была тупой частушкой. Это очень такой сложный баланс. Не знаю, желаю удачи Албании. Надо будет послушать, какой вариант будет финальный. Но пока я не думаю, что у этой песни есть шансы. У нее, возможно, есть шансы внутри топ-15. И то я не слышал других стран. Обычно такие вокальные песни где-то там поселяются на каком-то месте. Но до вершины далеко. Все-таки на вершине у нас более коммерческие. О, коммерческие. Более мейнстримовые такие звучащие композиции. Или которые тронули за душу. Парень был сконцентрирован на вокале. И мне кажется, это минус. Ну что, ребят. А вы что считаете? Где плюс? Есть ли минус? Есть ли здесь плюсы? Подписывайтесь на инстаграм и на мой канал. И пишите в комментариях, что вы думаете. Давайте вместе обсуждать. Можно еще зайти в группу ВКонтакте и на канал в Телеграме. Я там тоже делюсь всеми новиночками. Оставляю ссылки. И, в общем-то, мы там классно проводим время. Увидимся уже очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok